Делегация из дружественного британского графства Стаффордшира на четыре дня приехала в Иваново. Шесть англичан за это время успеют посетить местные музеи, школы, встретятся с общественниками и отпразднуют с горожанами День города. Впрочем, приехали они не развлекаться, а работать. Они будут по направлению смотреть и работать. Это будет касаться и здравоохранения, будут смотреть, как будут работать наши учебные заведения, и школы, и детские сады, и профтехучилища. Будут встречаться и с спортсменами нашими, и с текстильщиками, и с молодежью текстильщиками. Англичане – народ улыбчивый и доброжелательный. Пробыв в нашем городе буквально несколько часов, они уже успели отметить красоту текстильной столицы. Литер делегации Филипп Эткинс даже сравнил Иваново с бриллиантом, который, по его мнению, является достойным украшением российской короны. Приоритеты городской администрации и городской думы Иванова и Стаффордширского совета графства примерно одинаковы. Важно, чтобы наши граждане были здоровыми, счастливыми и состоятельными. Мы контролируем, чтобы они получали хорошее образование, которое в дальнейшем позволит им эффективно работать. Мы планируем обсудить с Ивановым эти вопросы, и, я думаю, мы будем полезны друг другу. Столь же гуманно настроен Филипп Эткинс и к ситуации на Украине. Как удалось выяснить ивановским журналистам, информационного голода в графстве нет. Лидер делегации в курсе трагических событий в Одессе и Славянске. Большие надежды он возлагает на нового президента и его умение вести диалог. Мы все, конечно, очень переживаем за Украину, за то, что там происходит. Мы очень хотим, чтобы все разрешилось мирным путем. Мы хотим, чтобы прекратилось насилие и Украина вышла из кризиса. В случае продолжения насилия выигрыши не будут. Будут только потери. Ивановцы нанесут ответный визит в британское графство. Поездка нашей делегации намечена на ноябрь этого года. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.